Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Радик Рахимов. В начале выпуска важная информация. Реабилитационный центр Добрые Руки Плюс предоставляет широкий спектр услуг в области неврологии, остеопатии и проблем опорно-двигательного аппарата для детей и взрослых. Смотрите сегодня в выпуске. Саженцы, клёна и хедра в обмен на старые журналы и газеты. В Альметьевске проходят акции «Спасем дерево вместе». За неправильную тренировку на 15 суток операцию «Тоннель» провели альметьевские автоинспекторы. Готовятся к труду и обороне. В Альметьевске воспитанники детских садов сдают нормативы ГТО. Мы будем сейчас выступать с предложением о развитии этого фестиваля на территории всей республики Катарстан. Акция «Спасем дерево вместе» вновь стартовала в Альметьевске. В обмен на макулатуру любой желающий может получить саженец дерева. Подробности в материале Зарины Нурулиной. Почти в каждой семье периодически копится ненужная бумага. Исписанные блокноты, тетради, прочитанные газеты и журналы, устаревшие учебники и справочники. Вместо того, чтобы отправить макулатуру в мусорный контейнер, Департамент экологии предлагает превратить ее во вторсырье, которое пойдет на переработку. А взамен получить саженцы будущих деревьев. За каждые три килограмма макулатуры один саженец. Первыми на эко-призыв откликнулись школьники. Ученики школы номер 21 совместными усилиями собрали почти 50 килограммов макулатуры. Каждый человек может внести свой вклад в природу. Сдав ненужную для себя макулатуру, он спасает хотя бы одно деревце. Вот новые ростки мы посадим у своей школы. У нас там есть немного пустого места и мы хотим его еще до конца озеленить. Для своего школьного двора ребята взяли саженцы дуба и кедра. Акция проводится весной и осенью. Именно в это время посаженные деревца легче всего приживаются на новом месте. Весной было собрано более пяти тонн макулатуры и роздано жителям города и района около полутора тысяч саженцев. Сколько соберут на этот раз, будет известно только в конце недели. Данная акция уже не первый год у нас проводится. Люди, мы видим заинтересованность, то есть они действительно в течение года, может быть, собирают что-то, откладывают. Данная акция еще является и благотворительной. То есть сданная макулатура, мы сдаем ее ВК-сервис и на вырученные деньги мы помогаем детским домам. Сдать газеты, журналы и другую ненужную макулатуру можно с 8 до 17 часов вечера. Акция продолжится до 13 октября. Зарина Нурулина, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. К другой теме. Альметьевские паломники вернулись из Мекки. Более 20 жителей Нефтеграда в этом году получили возможность совершить хадж. Для мусульманина паломничество в города Мекку и Медину считается святым долгом. Наша съемочная группа побывала на встрече прихожан с хаджиями в центральной мечети и узнала подробности поездки. Как и для любого правоверного мусульманина, для Айдара Бекмухаметова паломничество в Саудовскую Аравию – это главная поездка в жизни. Хадж является пятым столпом шариата и обязателен для всех верующих мусульман. Несмотря на жару, а температура в Мекке зачастую достигает отметки 40, а то и 50 градусов, ежегодно в священные города стекаются миллионы паломников со всего мира. По словам Айдара, находясь на святой земле и совершая обряд, на все это не обращаешь внимания. Что запомнилось, что это для меня сама каба, то есть когда ты там находишься, ты все усталости, ты все на свете забываешь, ты не знаешь, оттуда силы находишь и ходишь, делаешь обход, товар, да, вот это… Ну, нужно чувствовать это. На встрече с альметьевскими паломниками Айдар Бекмухаметов представлял организацию ДУМ РТ Хадж, официального хадж-оператора Духовного управления Мусульман Республики. Он рассказал прихожанам о программах хаджа на следующий год в условиях проживания и перелета. По его словам, цены на хадж в 2018 году останутся прежними. Всего из Татарстана в Саудовскую Аравию отправились 1700 человек. Всех паломников отправляли группами. Люди, которые нашу компанию выбирают и доверяют, уже не первый год с нами совершают хадж. То есть за себя, потом за родителей, за умерших там, кто не смог совершить, то есть они совершают. О поездке прихожанам мечети рассказали и сами альметьевские паломники. Вот уже в шестой раз заместитель имама Мухтасиба района Исмагил Хадзрат Бикинин является руководителем групп паломников хаджа. В этот раз в его группе было 48 человек, среди которых не только татары, но и таджики, азербайджанцы и другие. По словам священнослужителя, хадж – это не только возможность совершить обряд во имя Всевышнего, но и на время объединиться правоверным мусульманам всего мира. Перед намазом за час, бывает за полчаса иногда, бывает, что мечеть уже закрывают. Почему? Чтобы слишком большой наплыв людей не был, верующих. И если есть такая возможность попасть внутрь, конечно же, это встреча с тем значимым местом для мусульман – это Каба. Священная Каба – это черного цвета здание, кубической формы. И обход этого здания семикратно, конечно, для мусульмана является священным. Из могил Хадзрат отметил, что в последние годы садипаломников становится больше молодежи. Некоторые приезжают семьями. И это, по его мнению, правильно, так как после посещения святых мест меняется мировоззрение и многое открывается с новой стороны. Кроме того, переносить жару и переезд пожилым намного сложнее. О хадже – прихожанной мечети рассказал Искандар Хазрат Фасхудинов, имам Хатыб – мечети села Елхова. В завершении встречи все желающие смогли пообщаться с хаджи ими, выяснить для себя подробности поездки. На площади нефтяников сегодня началось строительство. Рабочие укладывают на брусчатку дощатые основания. В последние годы зимой здесь оборудуют популярный у жителей и гостей города каток. Можно предположить, что нынешние строительные работы связаны с обустройством ледовой площадки. О том, что новогодний городок и праздничная программа в этом сезоне порадуют альметьевцев новинками и приятными сюрпризами, было сказано на утреннем оперативном совещании в исполкоме района 9 октября. Однако детали не озвучивались. Похоже, сейчас рабочие занимаются строительством основания под будущий каток, чего не было в прежние годы. В прошлом году центральный ледовый каток также удивил новшеством – оригинальной верхней подсветкой. Яблочный спас стал темой представления в рамках проекта «Музыка в музее». Студенты музыкального колледжа познакомили учеников лицея номер 2 со старинным праздником и связанными с ними обрядами. Я, ребята, скомарок, подходи поближе, на моем лице горох появился рыжий. Окунуться в атмосферу старины, поиграть в народные игры, вспомнить народные приметы. Благодаря студентам Альметьевского музыкального колледжа, ученики 4-го Б-класса, лицея номер 2 точно знают, что такое яблочный спас. Яблочный спас – преображение. Это праздник урожаев не только яблок, но и других плодов, фруктов и овощей. В этот день чествуют также грибы, ягоды, все, чем одаривает людей сад, огород и лес. Это один из обрядов, в котором люди выходят, веселятся в эти моменты, собирают урожай и радуются жизни. Студенты разных курсов этно-художественного отделения Альметьевского музыкального колледжа регулярно проводят такие музыкальные представления в рамках проекта «Музыка в музее». В основном они приурочены к народным праздникам. Яблочный спас не обошелся без конкурсов, веселых игр и частушек. На Руси в этот день было принято с песнями провожать в поле закат солнца, молодежь водила хороводы, устраивала гуляния. Но яблоко – это не только сочный и вкусный фрукт. Вспомнили и о яблоке раздора. Студенты помогли школьникам разыграть известный сюжет древнегреческой мифологии. В яблоке приметили три богини – Гера, Афина и Афродита. Каждая считала, что яблоко должно принадлежать именно ей. Ну и, конечно, всех угощали яблоками. После представления зрители поделились своими впечатлениями. Я и раньше была в Кровеведческом музее, но никогда не была на таких мероприятиях. Мы играли в разные игры. Я участвовала в двух из них. Мне очень понравилось, очень благодарна вам. Мне очень понравилось, было весело. С нами много играли. Что тебе больше понравилось и почему? Танцы, потому что я люблю танцевать и хожу на курсы по танцу. Очередное представление цикла «Музыка в музее» пройдет в ноябре. Студенты планируют показать татарский национальный праздник гуся. Эдуард Прокопьев, Альберт Батюня, Альмечиск ТВ. Более двух десятков нарушителей. Столько автоинспекторы выявили в ходе очередной операции тоннель. На этот раз пристальное внимание стражи дорог обращали на тонировку. О том, как прошел рейд, расскажет Эдуард Прокопьев. Водитель снимает тонировку прямо на месте. Замер светопропускаемости показал – значение превышает установленный стандарт. Это одна из машин, попавших в этот вечер в туннель. Данная операция была направлена сегодня на выявление водителей, управляющих автомобилем с нанесением на передние боковые либо переднее лобовое стекло емки, светопропускаемость которой не соответствует ГОСТу, то есть управление тонированными стеклями. Замер светопропускаемости автоинспекторы проводят на месте с помощью специального прибора. Требуемое значение для передних боковых стекол – 70%, 75% для лобового. Штраф за тонировку – 500 рублей. Если же нарушитель не снимает тонировку и попадается еще раз, ему грозит административный арест. В операции были задействованы 10 экипажей ДПС и 20 автоинспекторов. За время проведения операции проверили около полутора сотни водителей. В ходе данной операции было выявлено 26 нарушений ФДД. Из них 10 нарушений – это водители, которые управляют автомобилем с тонировкой. Среди других нарушений – несоблюдение требований дорожного знака, управление без документов и другие. Двое водителей управляли автомобилем с нечитаемыми госномерами. Шейсеры были не пристегнуты ремнем безопасности. Столько же не имели при себе полиса ОСАГО. Сдача нормативов ГТО набирает популярность. С 2016 года она стала обязательным пунктом школьной программы. Ученики с отличными показателями получают определенные бонусы при сдаче ЕГЭ. В детских садах пока такого требования нет. Но альмитевские дошколята все активнее приобщаются к оздоровительному движению. Сегодня в Манеже детской юношкой школы по футболу прошел фестиваль «Юные ГТОшки», в котором приняли участие воспитанники детских садов города. Любое дело становится намного интереснее, если его превратить в игру. Тем более, когда исполнители еще даже в школу не ходят. Фестиваль среди детских садов «Юные ГТОшки» тоже прошел в форме увлекательной игры. Сразу после открытия спортивного праздника какие-то злодеи украли пиктограммы. А чтобы их вернуть, команды должны выполнить нормы ГТО. Задания непростые. Например, попасть мячом в кольцо с 6 метров удается не каждому. Далее по списку набор обязательных упражнений. Прыжок в длину, наклоны и челночный бег на 30 метров. Это четыре основных норматива для детей 6 лет. Но кроме того, организаторы добавили еще три развлекательные локации. Истафеты и полоса препятствий. Сдача нормативов у дешкалят проходит первый год. Нормативы ГТО детсадов создавали весной. Это был пилотный проект, в котором приняли участие ребята из 46 детского сада. Теперь, после удачного старта проекта, сдавать нормативы начали почти все детские сады города. Идея проведения фестиваля по сдаче нормативов среди детских садов принадлежит Альмитинскому центру тестирования ГТО. Ее поддержал и Республиканский центр ГТО. Безусловно, мы будем сейчас выступать с предложением о развитии этого фестиваля на территории всей Республики Татарстан. То есть, ставить пример именно Альмитинский муниципальный район. Почему? Потому что одним из первых он начал реализовать этот фестиваль. И мне кажется, и мы очень сильно надеемся, что остальные районы Республики поддерживают этот проект и примут участие. Показатели каждого ребенка фиксировали судьи спортивного праздника. А это значит, что все выполненные нормативы будут внесены в их личные аккаунты на сайте ГТО. Но это лишь половина из списка нормативов. Сдавать нормы ГТО ребята будут в течение трех дней. По 11 команд каждый день. Полина Сураева, Эдуард Прокопьев, Альмитинск ТВ. И важная информация в продолжении темы здоровья. Широкий спектр услуг в области неврологии, остеопатии и проблем опорно-двигательного аппарата для детей и взрослых предоставляет реабилитационный центр Добрые Руки Плюс. Принимаются полисы страховой компании Чулпан и Чулпан Мед. Специалисты центра ждут вас по адресу. Город Альмитинск, улица Ленина, 32. Телефон в Альмитинске. 40 33 99 44 13 99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Уважаемые жители города Альмитинска, с 12 по 20 октября в реабилитационном центре Добрые Руки Плюс ведет прием врач-невролог, остеопат, крайне сакральный терапевт из города Санкт-Петербурга, Титова Екатерина Валентиновна. Если вас беспокоят постоянные головные боли, хроническая усталость и депрессии, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, приходите и мы поможем вам. Принимаются полисы ДМС СК Чулпан и Чулпан Мед. Подробная информация и запись по телефонам 40 33 99 и 44 13 99. Количество мест ограничено. Школьники и учителя, а также те, кто расстался со школьной скамьей много лет назад, стали участниками нашего традиционного конкурса «Здравствуй, школа». Заходите на сайт телекомпании Альмитинск ТВ и спешите поддержать конкурсантов. Все подробности на сайте телекомпании и в группе ВКонтакте. Партнеры конкурса – Центр молодежного инновационного творчества «Имидж» и магазин «Констовары». «Имидж» – это проектная деятельность, робототехника, 3D-моделирование, 2D-дизайн, школа телевидения, ментальная арифметика, лего-роботы, мастер-класс для школьников, студентов и взрослых. Подробности в группе ВКонтакте и на сайте. Центр находится на территории 11-й школы, вход со стороны парка Шамсинур. Констовары для школы и офиса по низким ценам. В наличии гелевые шары от 25 рублей. Услуги копирования от 5 рублей. Торговый центр «Мактама-парк», 2-й этаж. Далее вас ждет метеопрогноз от синоптиков на предстоящие сутки. 11 октября в Альмитинском районе будет малооблачная. Температура воздуха ночи составит 3 градуса, днем плюс 13. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. На этом у нас все. Эфир продолжит программа «Православный календарь» с Еленой Марданшиной. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова